СОН Не так давно, когда по всему миру люди были вынуждены сидеть дома, стало особенно заметно, как этот самый мир изменился. Это уже не трехмерное пространство с его шумными районами и тихими закоулками, безлюдными горами и расслабленными побережьями. Сочетание интернета и пандемии сократило мир до плоского экрана, на который обращен взор 4,5 миллиардов пар глаз. Если кто-то из этих людей вдруг запустит видеоигру, он едва ли сможет одновременно смотреть фильм или читать статью. А если он слушает музыку или общается в видеочате, то уже не способен параллельно усвоить подкаст. Интернет наглядно показывает, что человеческое внимание — это сильно ограниченный ресурс. Ресурс, который легко конвертируется в деньги. А значит, спрос на него будет только расти. Есть такой британский антрополог, зовут его Робин Данбар, который в 90-е годы прошлого столетия подметил одну интересную особенность. Оказывается, между размером мозга приматов и численностью их социальных групп есть прямая зависимость. Опираясь на это наблюдение, Данбар вычислил, сколько социальных связей может стабильно поддерживать главный из приматов — человек. Как выяснилось, всего-навсего 150. Больше людей мы вот в этом поле активного внимания удержать не можем. Это наша такая ядерная группа. У кого-то она может быть чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но в целом, в среднем, мы как раз сводим свой круг общения к такому древнему поселению. Деревня — это 150 человек. Нормально совершенно. Всех-всех знают. То есть наша примитивная психика не приспособлена к сегодняшним реалиям, когда мы выставляем свою жизнь на показ миллионам и 24 часа в сутки собираем со всей планеты общественное одобрение или, наоборот, порицание. В то время как для техногигантов агрегация человеческого внимания стала сверхприбыльным бизнесом, на шестеренке этого огромного механизма рядовых пользователей оказывается беспрецедентное давление. Особенно на детей и так называемых «зумеров» — молодежь, которая не знает жизни без интернета, и для которой поиск призвания неразрывно связан с технологиями. Проблема в том, что в этом возрасте очень важно формирование лобных долей. Вот яркая стимуляция ребенка звуками, картинкой, какими-то бегающими вот этими роликами приводит к тому, что он становится нечувствительным к более глубокой информации. Ребенок не учится думать. Ребенок как, извиняюсь, собака реагирует на яркий стимул. Не более того. Фейсбук уже запустил свой мессенджер для детей от 6 до 12 лет. Это просто ужасная компания, которая считает нормальным вовлекать в свою систему несовершеннолетних и эксплуатировать их, что называется, от колыбели до могилы. Как только им исполнится 13 из мессенджера, они переберутся во взрослый Фейсбук, и все. Считайте, застряли там навсегда. Американские психологи подметили тревожную статистику. Молодые люди стали чаще страдать от депрессии и задумываться о суициде. При этом они теперь реже встречаются со сверстниками и меньше занимаются сексом. Начало этого тренда пришлось на 2012 год. Время взрывного роста популярности смартфонов и мобильных сервисов. И год, когда Фейсбук купил Инстаграм, сильно укрепив позиции своей империи зла. Подростки оказались заложниками лент соцсетей, куда алгоритмы заботливо подбирали им лучшие мгновения из жизни их друзей, провоцируя тем самым неизбежные сравнения. Несоответствие своей будничной реальности с избранными моментами коллективной чужой усиливает не столько даже зависть, сколько чувство одиночества и отчуждения. На этом фоне развивается так называемый синдром упущенной выгоды, или FOMO по-английски. The fear of missing out. Страх оказаться не там, где происходит что-то важное. Страх пропустить классную тусовку, премьерный кинопоказ или распродажу в магазине. Все что угодно, о чем с восторгом пишут друзья в соцсетях и откуда присылают фотографии. Это ощущение вынуждает постоянно быть онлайн, чтобы держать руку на пульсе событий. Иначе жизнь пройдет мимо. Есть люди, которые, если что-то не написали в социальную сеть, они считают, что их мир потерял, что они перестали существовать. Все заточено на то, чтобы мы были сконцентрированы на социальных сетях, на то, чтобы у нас было постоянное чувство тревоги, что без меня что-то происходит. Постоянное ощущение упущенных возможностей, постоянное ощущение упущенного времени, оно угнетает. Оно угнетает, оно формирует стрессовое состояние. Вот если я залезаю в социальную сеть, то я должен знать зачем, что я хочу там найти. Тогда я хотя бы как-то буду предохранять себя от этого постоянного поиска еще дополнительной информации, чтобы чего не упустить. Интернет затягивает, поскольку социализация в нем гораздо проще и удобнее живого общения. Здесь не обязательно отвечать сразу, можно детально продумывать каждый ответ. Не нужно смотреть собеседнику в глаза, можно вовсе не быть самим собой, потому что, как известно, онлайн-персона часто отличается от поведения человека в реальности. Вот это низведение живых людей до условных абстрактных никнеймов, оно вызывает некоторое раскрепощение. В результате интернет-пользователи ведут себе откровения, но в то же время быстрее срываются на грубости. Это называют эффектом растормаживания в сети, с которым, в частности, связывают процветание онлайн-токсичности и кибербуллинга, особенно в обсуждениях, касающихся внешности. Селфи — неотъемлемый элемент онлайн-персоны. Когда-то цифровые снимки отражали объективную реальность, но с появлением соцмедиа, фильтров и масок ими стали совершенствовать свой образ на манер глянцевых фотосессий. Пластические хирурги отмечают, что их пациенты все чаще приносят в качестве ориентира желаемой внешности уже не фотографии знаменитостей, а собственные отредактированные селфи. Доступность технических средств, вот тут же взял на себя, посмотрел, подретушировал, она формирует у меня иллюзию такой же доступности в изменениях, как раньше была такая фраза «счастливый галстук, счастливый парень». Люди пытаются с помощью этих внешних изменений как-то компенсировать какую-то внутреннюю неустроенность. Именно фотографии людей — самый ходовой товар Инстаграма. Алгоритм отдает им предпочтение, особенно тем, где минимум одежды. Но при этом откровенную обнаженку Инстаграм традиционно запрещает. И, как следствие, амбициозным контент-мейкерам приходится постоянно балансировать на тонкой грани. Раздеваться, но знать меру. Мне блокировали три Инстаграма. Это у меня сейчас четвертый или пятый даже на данный момент. У всех моих знакомых порноактрис блокировали Инстаграм. Я для себя приняла такое решение, что я подстраиваюсь под их правила. Мне важна эта социальная сеть. Это мои подписчики, это мой трафик на другие социальные сети. И я делаю все возможное, чтобы не провоцировать Инстаграм. То есть даже когда мне очень нравится фотография, это, например, в стрингах, и я думаю, ну нет, лучше я, наверное, не буду выкладывать фотографию, потому что найдутся те, кто пожалуется и удалят. В итоге сервис оказался переполнен отретушированными полуобнаженными телами. И те, кто по своей природе обделен грациозными формами и крепкими мускулами, стали еще больше задумываться о своих несовершенствах. В зоне риска у нас опять-таки подростки, которые хотят всегда казаться лучше, чем они есть, просто лишь потому, что в этом возрасте очень болезненные отношения с собственным телом. Это помогает им сформировать чувство уверенности. Из-за недостижимых стандартов красоты, навязываемых социальными сетями, у особо самокритичных подростков развивается телесное дисморфическое расстройство. Это не просто неудовлетворенность, а настоящая озабоченность своей внешностью, когда люди готовы любой ценой исправлять мельчайшие недостатки, даже в ущерб своему здоровью. То есть это когда я болезненно убежден, что у меня там нос большой, уши кривые, там живот слишком большой, там рост, и люди начинают не просто к пластическим хирургам ходить, а заниматься в том числе членовредительством. Но это уже болезнь. Сегодня от этого страдают около 3% населения Земли. Больше, чем от обсессивно-компульсивного расстройства и шизофрении. Согласно исследованиям, такие люди перестают заниматься сексом, открывать свое тело, а в крайних случаях и вовсе отказываются покидать дом. Зато интернет успешно победил другой страх из области человеческих отношений. Страх того, что на твои чувства не ответят взаимностью. Какая разница, если в случае такой неудачи алгоритм того же Тиндера моментально подберет другого партнера. И ни одного. Может показаться, что онлайн-знакомства выбиваются из общей массы интернет-сервисов тем, что не стремятся удержать своих пользователей мертвой хваткой. Ведь если приложение успешно подыскало вам пару, то возвращаться туда уже не имеет смысла. Но не все так просто. На самом деле Тиндер тоже взламывает вам мозг. Просто делает это по-своему. В досетевые времена люди находили себе партнеров в одних и тех же местах. Учеба, работа, местные бары, куда приходили друзья друзей. Тиндер же упростил все эти сложные трехмерные локации до стерильного алгоритмического списка фотографий. Куда могут попасть люди со всего земного шара и которые можно долго листать, словно это какой-нибудь каталог обуви в интернет-магазине. Однако еще в середине нулевых американский психолог Барис Шварц выяснил, что люди крайне плохо справляются с выбором. Особенно если выбирать предлагается из огромного множества вариантов. Подобно Буриданову ослу, человек пребывает в ступоре, оказавшись перед бесконечным списком потенциальных партнеров. Ему кажется, что сделать оптимальный выбор можно только если просмотреть все предложения. Поэтому он никак не может остановиться. И даже когда принимается, казалось бы, окончательное решение, человек им попросту недоволен, потому что сделанный им выбор изначально был не очевиден, а значит, почти наверняка не идеален. Этот эффект прозвали парадоксом выбора. Несмотря на кажущееся многообразие вариантов в Тиндере, его пользователи чувствуют себя разочарованными и одинокими, но продолжают свайпать. Впрочем, алгоритм Тиндера накладывает и некоторые ограничения, чтобы поддерживать баланс в своих брачных играх. Он старательно оценивает желанность каждого пользователя, чтобы спаривать только тех партнеров, чья востребованность примерно сопоставима. Это как, например, в сетевых шутерах, где игроков разного уровня прокачки стараются не сталкивать. Интересно, что этот рейтинг зависит не только от того, как часто вас выбирают, то есть свайпают вправо. Учитывается и то, нравитесь ли вы конкретно элитным пользователям с высоким рейтингом и указано ли в вашем профиле сведения о работе и образовании. Важно и ваше собственное поведение. В конце 2020 года бывший сотрудник Тиндера раскрыл, что если не глядя быстро свайпать всех вправо, то это расценивается как негативный фактор, понижающий оценку пользователя. Это даже может привести к так называемому «теневому бану», то есть исключению из выдачи. Так что лучше, наоборот, кропотливо изучать чужие профили и вдобавок делать это не в пиковое вечернее время, а днем. Есть еще один лайфхак, как подняться в высший дивизион. Если у вас золотая подписка и вы видите, кому вы приглянулись, лучше не лайкайте этих людей в ответ, а наоборот дизлайкните. Поначалу, может быть, и не самая продуктивная стратегия, зато этим вы намекнете бездушной машине, что заслуживаете по-настоящему сексуального партнера. Неотъемлемая часть алгоритма Тиндера — это его динамическое ценообразование. В расчет принимаются пол, возраст и ориентация пользователя. Так, гетеросексуальные мужчины за 50 могут выложить за премиум подписку в 5 раз больше среднего. Могут себе позволить им нужнее. А вот 20-летним лесбиянкам обычно выставляют минимальный прайс. К слову, самая дорогая, платиновая подписка позволяет оставить короткое сообщение даже тем, кто вас еще не лайкнул в ответ. А значит, и без того широкий выбор можно расширить еще больше. Неудивительно, что у специалистов по поведенческой психологии онлайн-знакомства вызывают серьезные опасения. Ведь нынешние молодые воспринимают их как нечто одноразовое и несерьезное. У них не получается сфокусироваться на одном человеке и сформировать к нему эмоциональную привязанность. И дело здесь даже не в погоне за однократным сексом. Просто сталкиваясь с проблемами и трудностями в отношениях, люди предпочитают уже не решать их, а просто отбрасывают партнера и начинают искать нового. Американские терапевты описывают эту проблему термином attention deficit dating. То есть это как синдром дефицита внимания, только в контексте свиданий, многочисленных и беспорядочных. Это в целом укладывается в текущий тренд. Миллениалы признаются, что боятся разводов и потому женятся значительно позже, успевая перепробовать множество партнеров. Возраст создания семьи, он увеличился. Сегодня в Москве, например, средний возраст мужчины с высшим образованием, который женится, 29,5 лет. Женщины 26,5 лет. И вступив в брак, они с удивлением обнаруживают, что они, оказывается, должны соблюдать верность. Как вы понимаете, таких желающих немного. Сегодня лишь 44% 20-30-летних состоят в браке. Это вдвое меньше, чем было 50 лет назад. К тому же они реже заводят детей, опасаясь больших финансовых затрат. В совокупности все это обостряет проблему глобального старения населения. Согласно прогнозам, к середине столетия каждый шестой человек на Земле будет старше 65 лет. Падает сексуальность людей, падает фертильность людей, способность забеременеть. Это в том числе и потому, что мы можем, скажем, забеременеть, не прибегая к сексуальному контакту. Это начало такой длинной-длинной цепочки нас превращения в что-то вот менее сексуальное, чем было все эти века. Есть даже такая завиральная теория. Исчезнут мужчины как вид. И будет нечто, или какой-то вид гермафродитизма, или будет женщина, которая делится, ортоногенезом размножается. То есть зачем вообще полам разделяться, зачем им встречаться и зачем им соединяться. В теории сервисы знакомств можно использовать с толком, но этому нужно учиться. Выбирать партнера не только по внешности, а еще, к примеру, изучать, хорошее ли у него отношение с семьей и как он отзывается о бывших возлюбленных. Даже если мгновенного притяжения не возникает, всегда стоит дать человеку еще пару шансов, как это обычно происходило в эпоху до Тиндера, а не открывать прямо на свидании любимое приложение, чтобы тайком продолжить безудержный свайп. Конечно, вот эти свидания на три минуты, они ничего не дают. Для того, чтобы узнать человека, надо с ним побывать в каком-то действии. Нужно время, чтобы разобраться, потому что девушка на страницах социальной сети предстает одним человеком, и парень, а в жизни, вполне может оказаться совсем другим. Условия игры за последние лет 20 очень быстро стали ломаться. И вот эти предложения, они серьезно ломают обыкновенный способ ухаживания. Вот это вот павлини, хвосты и так далее. Элемент охоты, он должен присутствовать в ухаживании. Идеально, когда хотя бы 5-6 свиданий, это, ну, это некий квест. Да или нет, сегодня или нет. Гиперактивность и неусидчивость молодежи – это вообще то, к чему интернету пришлось подстраиваться. И за счет чего на Олимп соцмедиа взобрались новые герои. Главный из них – ТикТок. Соцсеть коротких, динамичных и, как правило, музыкальных видео обо всем на свете. Снимают их, руководствуясь всего одним критерием. Главное, чтобы досмотрели до конца. А еще лучше, если посмотрят сразу много раз на повторе. Именно такие залипательные ролики подхватывает рекомендательный алгоритм и помещает их в «Святая святых» – вкладку «Для тебя». Причем в этот раздел могут и не попасть авторы, на которых вы сами же подписались. ТикТок, по сути, лишил смысла счетчики лайков и фолловеров. Они здесь, конечно, есть, но залогом успеха не являются. Как работает ТикТок, почему он так работает? Потому что любое видео, которое загружается на ТикТок, его гарантированно покажут сто раз. Дальше ТикТок анализирует, кто смотрел эти видео, сколько его смотрели, размечает контент, понимает, о чем он, например, начинает пушить его в ленту. Это, соответственно, сеть, которая полностью отделила ваш социальный круг от того, какой контент вам попадает. Сигнал лайка ваших друзей не является сигналом. В зависимости от того, на какого контент-мейкера вы подписались в первую очередь, дальше у вас в рекомендациях появятся похожие люди. Если это был кто-то чернокожий, вам предложат другого чернокожего. Если азиат, то азиат, а латинос латиноса. Та же история с половой принадлежностью и возрастом. Все это следствие так называемой совместной фильтрации, алгоритма, отвечающего за систему рекомендаций. Совместную фильтрацию используют, например, онлайн-магазины, которые пишут, что люди, купившие этот товар, также покупали и вот это. Или, как на Нетфликсе, людям, которым понравился этот фильм, также понравился и вот этот фильм. В ТикТоке то же самое. Люди, подписавшиеся на этот аккаунт, также подписались и на эти аккаунты. И если дальше платформа своими рекомендациями эту закономерность усиливает, ну, например, группирует людей по расовому признаку, то это уже безответственное поведение, влияющее на культуру и формирующее мнение. Когда платформа буквально оценивает вас, принимая в расчет вашу национальность или тот факт, что у вас, например, лишний вес, она тем самым заставляет вас думать, что это важные критерии вашей личности. Несмотря на внешнюю безобидность контента, ТикТок — одна из самых пристально модерируемых соцсетей. Лишь за первую половину 2020 года администраторы удалили 104 миллиона видео и забанили многих из их авторов. Причем до недавнего времени из выдачи убирали не только обнаженку и политику, но даже обшарпанные стены, грязные улицы, а также неряшливых людей и инвалидов. Скрывать все это предписывала корпоративная инструкция, которая в итоге просочилась в сеть и вызвала громкий скандал. Однако за последние пару лет ТикТок отбросил имидж этакой тинейджерской утопии с пони и единорогами и начал допускать контент даже агитационного характера. В Америке стали набирать просмотры уличные протесты, а в России соцсеть обвиняли в публикации призывов к участию в несанкционированных акциях. Еще раньше приложение ТикТока критиковали за то, что оно собирает слишком много персональных данных, гораздо больше, чем ему необходимо для функционирования. Помимо стандартной статистики и координат, оно зачем-то читает СМС, ваши списки контактов и историю звонков, и даже самостоятельно включает микрофон и обращается к буферу обмена. Возникли подозрения, что разработчики ТикТока из китайской компании ByteDance сливают все эти данные коммунистической партии КНР, но доказательств, как всегда, не нашлось. ТикТок обвиняют и в тлетворном влиянии на молодежь, которая здесь часто занимается повторением так называемых челленджей, своеобразных заданий. Чаще всего это безобидные танцы или швыряние бутылок с водой. Но случались и челленджи по-настоящему опасны для жизни. В рамках одного из них тиктокеры, например, засовывали монету между зарядкой телефона и розеткой, в результате устраивая пожары. А по условиям челленджа Skullbreaker нужно было ставить подножки друзьям, чтобы те упали плашмя и ударились головой. Администрация соцсети, конечно, утверждает, что не поддерживает подобные акции и сразу их удаляет. Однако подростки мотивированы в них участвовать. Алгоритм тиктока замечает набирающие популярность сюжеты, тут же их подхватывает и делает вирусными, награждая авторов заветными просмотрами. Наконец, будучи соцсетью преимущественно несовершеннолетних, тикток пользуется не всегда здоровым вниманием со стороны взрослых. Так, школьницы здесь часто получают недвусмысленные предложения познакомиться поближе. Такому поведению способствует и то, что тикток стал неофициальной точкой входа на модную площадку для взрослых – OnlyFans. Некоторые контентмейкеры, откровенно балансирующие на грани эротического контента, всячески намекают, что у них есть кое-что и за гранью. Номинально, конечно, любые ссылки на OnlyFans алгоритм моментально удаляет, но если грамотно замаскировать свой никнейм где-нибудь у себя в профиле, поток желающих обеспечен. И среди этих желающих вполне могут быть дети, но еще хуже, когда дети сами становятся контентом. Порно-сайты тоже регулируются алгоритмами, те пристально изучают поведение пользователей, чтобы в дальнейшем подбирать видео согласно их предпочтениям. Со временем они понимают, какой нужно подбирать антураж видео, какие позы, цвет кожи и волос. У каждого из нас есть идеал женщины, идеал полового акта в голове. Мы их не все осознаем. У одних он очень четкий, у других он не очень четкий, но все равно он есть. Поэтому мы в интернете, а это возможно только в интернете, этот идеал ищем и максимально приближаемся к нему. Приближаться к нему на 100% мы не можем, потому что не может интернет предвидеть то, что сложилось в нашем сознании в возрасте 8 лет. Таким образом, путь к наиболее возбуждающему контенту резко сокращается, и для сексуальной разрядки уже не нужно прилагать никаких усилий. Отсюда возник новый термин в психологии – порнозависимость, которая пока даже не закреплена в справочниках. Самое плохое в порнозависимости – это повышение дозировки. А в нашей ситуации с порно – это не то, что больше надо смотреть, хотя и так. Надо смотреть более жесткие, более специфичные вещи. Сейчас норма в порно искать тот, что невозможно из-за вот этой толерантности, тотального феминизма, где еще женщину можно там за волосы схватить, плюнуть ей в лицо. Для того, чтобы возбудиться, нужно, чтобы это было жестко. В Австралии почти 4,5% мужского населения замечают у себя серьезное пристрастие к порнографии. Среди женщин доля в 4 раза меньше. При этом опрос не включал подростков, которые считаются группой риска. Увлечение онлайн-порнографией с юного возраста может негативно воздействовать на дофаминовую систему поощрения, заставляя искать все более жестокие и извращенные видео. Впоследствии порнозависимым молодым людям сложнее получать удовольствие от настоящего секса. И они только плотнее подсаживаются на технологическую иглу самоудовлетворения. 10-12% мужчин заболевают порнофилией. Да, это фиксация на порное изображение. При этой фиксации происходит даже определенные анатомические изменения в мозгу. Надо сказать, что регулярный просмотр порна 4-5 раз в неделю с мастурбацией действует примерно как кокаин. Изменения в мозгу во время порно нельзя отличить от кокаиновых. Смотришь, 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 и это уже как такая маленькая доза наркотика тебя перестает возбуждать. Дальше ты смотришь пожестче. Дальше ты смотришь жестче с игрушками. Дальше ты смотришь с игрушками диаметром в три раза больше. Это наращивается и настолько далеко отходит от нормы, которую можно потом попробовать с партнером применить, что ты уже перестаешь получать от партнера что-то похожее на то, что тебе нравится. По статистике, 80% мужчин и 30% женщин смотрят порно каждую неделю. Причем половина людей, которые лечатся от так называемой гиперсексуальности это пристрастие как к порнографии, так и к сексу, имеют первичный диагноз депрессия. Поэтому, заключают специалисты, как и любая аддикция, все это в первую очередь способ справиться со стрессом. Но есть и другие соображения на этот счет. Я не думаю, что все-таки смотреть порно равно не заниматься сексом. Для меня это немного другая история, когда люди смотрят порно и изучают тем самым секс. Они понимают, что им нравится, как они могут удовлетворить себя. Потому что я сталкиваюсь с многими девушками, которые не умеют мастурбировать сами для себя, для своего удовольствия. И тем самым они не могут, они не знают, как получить удовольствие от секса. Пускай даже искусственный интеллект порно-ресурсов действительно усиливает привыкание, но ведь от него могла бы еще быть и польза. Ведь есть насущная проблема. Людей снимают и выкладывают в интернет без их ведома и согласия. По идее, алгоритм должен моментально опознавать подобные фрагменты и блокировать их. Однако эта функция почему-то до сих пор работает не идеально. Еще недавно заблокированную ранее порно-месть или детскую порнографию мог заново залить кто угодно. И алгоритм закрывал на это глаза. Пока нет судебного иска, спорный контент можно и оставить, как приманку для ценителей. Не случайно именно украденные ролики долгое время помогали порнхабу оставаться популярнейшим порносайтом в мире. Для сравнения, на ютюбе аналогичная система моментально опознает фрагменты, нарушающие авторские права, и блокирует их, даже если они отзеркалены или хитро замаскированы. Вдобавок порнхаб разрешал использовать сомнительные названия, вроде девочки до 18 или миниатюрные подростки. Ситуация изменилась только в конце 2020 года, когда американский журналист Николас Кристоф на страницах New York Times обвинил порнхаб в том, что тот наживается на педофилии, изнасилованиях похищенных женщин и съемках скрытой камерой. Последовал громкий скандал, и с порногигантом отказались сотрудничать платежные системы Мастеркард и Виза, тем самым лишив заработка местных контент-мейкеров. Только после этого порнхаб принял меры, запретил скачивать видео, а заливать разрешил только верифицированным пользователям, чья личность доподлинно известна. При этом все, что было прежде загружено на сайт анонимами, было удалено. Около 10 миллионов записей — львиная доля всего архива. Порнхаб, они очень быстро на это отреагировали, и это действительно достойно уважения, что они все свои силы направили на то, чтобы быстро удалить все эти ролики, чтобы почистить, чтобы, ну, измениться, наверное, в глазах общества, но просто не стоит забывать, что все то же самое есть и на других тюбах. Если кто-то захочет, например, убрать X-видео, если напишет об этом статью, будут проблемы у X-видео. Конечно, подобные меры не отобьют интерес к запрещенке, но, по крайней мере, спустят ее в нижний интернет и возведут новые рамки приличия. Запретим мы педофильное порно. Если его вообще изъять из доступа, во-первых, мы не сможем удовлетворять вот на таком уровне тех, кто может удержаться от реальных каких-то актов, во-вторых, мы не сможем их отслеживать. На кого нужно внимательно смотреть, кого, скажем, не надо принимать на работу в школу, на работу в детский сад и так далее, и так далее. Пока что темные схемы и зловредные алгоритмы процветают в сети. Это механизмы получения денег из воздуха, и они в упор не замечают людей, которых перемалывают их жернова. Но они могут прогнуться под давлением. Политики все чаще говорят о демонополизации БигТеха. Журналисты не устают писать об эксплуатации людей интернет-бизнесом. Постоянные сливы данных и разоблачения манипуляций привели к тому, что сегодня у соцмедиа наименьший рейтинг общественного доверия среди всех технокомпаний. Обычно эта империя наносит ответный удар. Но на сей раз, кто знает, возможно, это сделают ее подданные. Смотрите в следующей серии. Как, манипулируя соцсетями, можно победить на выборах? Почему Китай называют цифровым ГУЛАГом? И кто уже дает отпор алгоритмам? Не за горами финальное сражение.